30 лет в начальной школе. Это тысячи часов уроков, это сотни проверенных тетрадей, это десятки детишек, для которых Лариса Коробкова стала первой учительницей. Работу и заслуги педагога оценили на городском уровне. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Ну, сначала, честно говоря, не очень верилась, но чувство гордости все-таки переполняло. На педагогический труд Ларису Николаевну вдохновила ее первая учительница. Когда-то давно для юной первоклашки она открыла новый огромный мир знаний. И вот уже три десятилетия Лариса Коробкова сама прививает любовь к учебе начинающим шкалерам. Проблем у маленьких детей бывает достаточно много, и они ими приходят делиться. И даже если порой не хватает времени, все равно стараешься выслушать всех, как-то помочь, объяснить, рассказать, посоветовать. Среди свежих фото на городской доске почета и карточка Людмилы Вайкина. И 10 лет женщина преподает английский язык в школе номер 17. Ее профессиональный путь был предопределен с детства. Мама и бабушка Людмилы были учителями. Тяга к языкам у меня была с детства. Да, были разные, конечно, предпочтения. Может быть, тоже и русский язык, как моя мама Кабаченко Вера Николаевна. Может быть, другой какой-то предмет. Но именно к языкам у меня была тяга. Фото на доске почета стало для Людмилы исполнившейся мечтой. Чтобы воплотить ее в жизнь, педагог принимала участие во всех конкурсах и фестивалях, придумывала различные иностранные вечеринки для школьников. Самым таким, наверное, ярким событием это была чайная вечеринка «Мэтти Пати» городская. Она проходила на базе нашей школы. Это было костюмированное представление «Алиса в стране чудес» на английском языке. Всего на доске почета 15 свежих фотокарточек. На них портреты директоров, врачей, воспитателей, тренеров, маляров. Тех, кто своим ежедневным трудом меняют мир вокруг себя к лучшему. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.